Следующее упражнение лучше сделать около стенки. Встаньте и обопритесь спиной на стенку. Поясницу, бедра прижмите точно к стенке. Ноги поставьте чуть шире, чем ширина плеч. Одна стопа смотрит вперед, руки в сторону. Буквально очень простая позиция. И мы начинаем удлиняться в сторону за своей, в данном случае, там, правой рукой. Плавным движением одну руку опускаем на ногу, другую руку поднимаем наверх. Фиксируем позицию. Если, ну, мало ли вдруг, этот вариант вам окажется сложным, можно слегка упростить этот вариант. Для этого нам необходимо присогнуть ногу. В данном случае это правая нога. И опустить руку на бедро. Так тоже можно делать. Так тоже будет довольно эффективно. Ну и мы плавненько возвращаемся в исходную позицию. Далее. Разворачиваем стопы точно вперед. Так. И аккуратненько опускаем спинку вниз. Образуя прямую параллель с полом. Одну руку вытягиваем вперед, другую руку назад. Можно при этом опираться на стенку. Далее левую руку мы опускаем вниз на пол, а правую поднимаем наверх потолок. Чем ближе левая рука, в данном случае левая рука, к ноге, тем будет сложнее. Чем дальше от ноги, тем будет легче. Я сейчас показываю облегченный вариант. Когда рука стоит очень далеко от ноги. Также в этих позициях можно присгибать ноги. Можно присгибать опорную ногу. То есть выпрямленную правую ногу. Ну и плавненько. Выпрямляемся наверх. Теперь то же самое мы делаем с другой руки. Займите исходную позицию стоя спиной к стенке и вытягивайтесь за рукой. И плавно переходите в эту позицию. Голову можно поворачивать вниз, можно поворачивать наверх. Все зависит от вашего уровня подготовки. Но решающего значения это не влияет. Напоминаю, что это упражнение можно облегчить, слегка присогнув ногу и поставив на нее руку, как это показано сейчас на видео. Фиксируйте позицию на 10-15 секунд. Плавненько выпрямляем ногу и возвращаемся в вертикальное положение, чтобы начать выполнять следующее упражнение. Все делаем без рывков спокойно. Далее мы подворачиваем стопы. Смотр точно вперед. Бедро толкаем точно вперед. И опускаемся вниз, чтобы у нас спинка образовала параллель с полом. Одну руку мы опускаем на пол, а другую руку поднимаем наверх потолок. Делайте упражнение около стенки, чтобы в случае чего можно было облокотиться на стенку. Далее одну руку можно, например, отставить подальше и тем самым немного облегчить себе вариант. Вариант выполнения данного упражнения. Самый сложный вариант, когда рука стоит у нас около ноги. Практически плотно стоит около ноги. Зафиксировали позицию, подождали 10 секунд и плавненько поднимаемся обратно. Исходная позиция лежа на боку, животик подтянули, ножки выкинули. Одну руку поставили в пол для удобства. Обязательно живот должен быть подтянут. Ну и начинаем аккуратные движения ногами. Поднимаем ногу одну наверх, нижнюю ногу подносим к верхней, опускаем вниз и повторяем все заново. Плавно. Раз, два, три, четыре и раз, два и три. Когда мы делаем упражнение, нужно следить за тем, чтобы наш живот оставался подтянутым. Поясницу прижимаем к воображаемой стене. Ноги при этом мы также тянем в длину, стараясь вытягивать ноги как можно дальше. Упражнение на бедра и на вытяжение ног. Делаем около 6-80 повторений. Усложненный вариант, когда мы нижнюю ножку держим постоянно на весу и работаем только верхней ногой, как это показано на видео. Плавно работаем ногой наверх и вниз. Без рывков, без лишних телодвижений. Все должно быть строго, четко. Следующий вариант другого упражнения. Мы сокращаем на себя рабочую стопу. Делаем таким образом, чтобы у нас стопа была параллельно полу. И начинаем рисовать круги. Круги по воздуху. Плавные, спокойные круги по воздуху. Без рывков и резких движений. Мы рисуем аккуратные кружочки по воздуху. В одну сторону и в другую сторону. Когда мы рисуем круги по воздуху, нож следит за тем, чтобы не было перекатов на ягодицу. Мы лежим точно на боку. Работает только нога. Животик оставляем подтянутым. Делаем около 10-12 повторений. Делаем то же самое упражнение, но с другой ноги. Делаем плавные движения ножками на подтянутом животе. Если вам легко делать в таком варианте, вы можете руку, которая поддерживает наш корпус, которая стоит на полу, убрать ее, например, на пояс. Будет значительно сложнее. Напоминаю про то, что ваш животик должен быть подтянутым. Все движения плавные, без рывков. Если вам легко это делать, необходимо переходить к более сложному варианту этого упражнения, когда у нас работает исключительно... Вот как это показано на видео. Все ножки в напряжении. Нижняя нога у нас находится на весу. Работает только верхняя нога. Упражнение классно прорабатывает всю ногу, по всей ее длине. Особенно отводящие мышцы. Итак, мы сокращаем стопу на себя. Параллель выстраиваем с полом. И начинаем делать вращение ногой. Стараемся это делать без рывков. Плавно рисуя круги по воздуху. Мы рисуем около 6-8 кругов в одну сторону. И затем делаем то же самое в другую сторону. Напоминаю про то, что ваш живот должен быть постоянно подтянутым. Движение без рывков. Если вам просто, попробуйте поставить руку на пояс. Но я думаю, что вам это будет делать совсем непросто. Опускаемся вниз на колени. И делаем упражнение на косые мышцы. Слегка приподнимаемся и опускаемся направо. Потом то же самое делаем в другую сторону. Таким образом делаем несколько повторений. Если быть точнее, то 6-8-10 повторений в каждую из сторон. Без рывков, без усилий. Если вам легко, можно руки, например, поднять наверх. Упражнение хорошо прорабатывают косые мышцы живота. Можно помогать себе, отталкиваясь руками. То же самое можно делать по кругу. У нас как бы стопы стоят на одном месте. И вокруг них мы ходим по кругу с помощью перекатов. В одну сторону мы делаем 2-3 круга. Так и в другую сторону мы делаем 2-3 круга. Без рывков. Если вам больно колени, то, наверное, этого делать не стоит. Либо можно подложить что-нибудь под колени, чтобы было не так больно. Делаем дыхательное упражнение. Обязательно вдох и вниз-выдох. Обязательно в любом комплексе необходимо в самом конце подышать. Успокоиться и выровнять свое дыхание. Делаем 6-8 циклов дыхания. Вдох-выдох, вдох-выдох.